Витаю, мои любые, в Украине. Сегодня не хотела снимать еще одно видео, но, знаете, я подумала и треба. И видео это будет на русском языке, потому что я хочу, чтобы его увидела вот та высокомерная особа, которая, извините, носит на своих плечах очень тупую, бестолковую голову, у которой аккаунт в Ютубе носит имя «Всё про жизнь, по-моему», как-то так. И пишет, знаете, такие тупые и, я не знаю, бесчувственные комментарии, что, ну вот, она и раньше меня доставала своей тупостью, но, думаю, может быть, человек в дальнейшем время пройдет, и она поменяет свое мировоззрение, она разберется, но, похоже, что там, кроме короны и высокомерия, нет ничего. Так вот, комментарий звучал так. Украинские войска разносят Запорожскую атомную станцию. Типа, она взорвется, куда ты бежать будешь? Слушайте, я, ну, такого маразма, такой самоуверенности, ну, от умного человека, ну, вот, я не ожидала. Ну, похоже, там ума, как у канарейки. Итак, мадам, вся ответственность, все обо всем происходящем на Запорожской атомной станции ложится на плечи оккупанта, то есть Российской Федерации. Это крупнейшая в Европе атомная станция, и любая ошибка там, любой взрыв потянет за собой мировую катастрофу, которая, кстати, коснется не только Украины, Европы, Белоруссии, Крыма, стран Балтии, но и вас, засранцев, россиян, и вас она коснется. Российские войска на сегодняшний день мир шантажируют катастрофой, атомным взрывом. Сначала они пугали атомными бомбами. Сейчас они нашли для себя новую игрушку, нашу атомную станцию, и шантажируют мир. Они не идут на предложение о демилитаризации. Если вы не знаете, что такое демилитаризация, то это ликвидация военных укреплений и запрет держать на этой территории военную технику, было предложено на атомную станцию вывести, во-первых, российские войска, отдать атомную станцию под Украину, потому что это украинский объект, украинский. Не согласны, не хотят, а шантажировать как? А пугать чем? Хорошо, мировое сообщество предложило вывести войска и пустить на территорию атомной станции такую себе международную организацию МАГАТЭ. Это международная организация по атомной энергетике. Если вы не знаете, русские, и это их не устраивает. А что устраивает? Что? Вы хотите мировую войну? Ведь, ведь, если этот взрыв затронет страны НАТО, то сегодня вы воюете с украинскими войсками, вы воюете с украинцами. Натовских солдат здесь нет. А что будет, когда эта катастрофа затронет страны НАТО? Подумайте сами. На этом у меня все. Эту особу из комментариев я удалила. И не обижайтесь, мадам, я вас заблокировала. Я не хочу больше слушать бредятину, которая льется с вашей тупой головы.